welcome welcome дорогие друзья и у меня для вас очередное видео за сегодняшний день уже второе кстати посмотрите предыдущее видео и скажите прав я или не прав о чем я там спрашивал у вас вы узнаете в самом видео изменение обновлений 13.13 я все же не ошибся действительно сегодня две тринадцатых патч с двумя тринадцатыми числами на выходит райты выпустили его уже считайте через несколько часов он появится на серверах и патч интересный если честно много связано с про сценой много связано именно с правильными нерфами про это сейчас будем говорить очень очень подробно ну что ж главное обновление патча райты как видите отметили огромное количество чемпионов которых они ослабили которые стали слишком сильными сделали всего два усиления и два изменения кстати прониви я чё-то не нашел а где прониви изменения это старая какая-то картинка ребят они в списке нет они вира это отменили просто видимо на ru сервере забыли либо написать забыли пронивы изменения либо просто эту картинку не обновили искалили райты им старую картинку не суть важно идем по порядку с первой буквы первой буквы у нас э в английском языке а поэтому анечка у нас первая сейчас и не один из самых популярных чемпионов на про уровне и все этим сказано поэтому они ее ослабляют ослабляет ей только кушку при этом ослабляет ей на 10 единиц урона делая меньше на всех уровнях и на 5 процентов меньше прирост от обилити пауэр по сути это изменение не должно сильно повлиять на соло кун на просто не не знаю насколько она сильно поломается вот на данный момент ее винрейт как видите 51 и 76 десятых процентов сотых процента чемпион хороший скорее чуть потеряет винрейта но не скажете это сильно на ее геймплее афелий вот этим конечно гигантские проблемы райты пишут что правильно сильный чемпион на про уровне так оно и есть и поэтому они севером пистолет косу ослабляют вампиризм у гравити пушки продолжительность замедления у крышендума или или чакрама точнее slash чакрама ослабляет базовую скорость атаки то есть по сути они взялись за все его оружие все пять оружий или сколько их там у него получается были ослаблены 7 у него да по-моему оружие а все его оружие были ослаблены все которые имеются и афелий разочаровывается я разочаровываюсь в райтах потому что они не могут найти баланс хотя если взять ту же самую зерри у нас та же самая история он и так является на данный момент по сулоку 24 чемпионом из 25 но так как его продолжают пикать на про сцене то надо просто мету менять нужно менять концепт того что делает афелия таким сильным на про сцене но райты решили бороться не с причиной а со следствием причина того что пикует афелия городский заключается в том что такая мета ну а следствие его пикует им это не нравится они решают с ней бороться просто ломают ему ноги и в сулоку его просто не пикайте это невозможно будет за него играть и верно это уже более адекватный нерв дело в том что и верно сейчас играет как на топе так и на медлейни так и в лесу так и на роли саппорта все из-за его w и из-за его ешки ешку райты решили не трогать считая что все же можно что-нибудь поделать с его w и райты ослабляет его w дополнительно магический урон при попадании w теперь будет на 10 единиц меньше и прирост от ability power на 10 процентов меньше а его маргаритка теперь будет чуть медленнее двигаться и эффективность ее автоатак будет на 20 единиц слабее эффект кстати от маргаритки baby gate довольно высоко они понизили теперь маргаритка будет просто танком не наносящим никакого урона соответственно один на один наверно наверно перестанет убивать игроков на топе а то сейчас все просто побеждают игроков на топе используя верно и ничего с этим не сделать киндрад еще одна королева чемпионатов и райты это прекрасно понимают оценили они что и тройственный союз то есть тринити форс когда собирает и убийца кракенов когда собирает себе киндрад первым предметом то есть и танковость и просто урон она всегда остается сильным поэтому они решили отобрать у нее 30 единиц здоровья и 3 единицы брони кто-то скажет ну виви это же ерунда на дальнобойный чемпион броня и особо не нужна ну а здоровье тебя так и так что тут какая разница 610 или 580 у тебя будет хп и здесь я вам скажу отнюдь ребят дело в том что вот эти вот количество здоровья и вот это количество брони помогает киндрад мало того чтобы быстро фармить лес так еще и сохранять большое количество здоровья но теперь когда у нее на 3 единицы брони будет меньше ей придется медленнее фармить лес более аккуратно проходить его больше задумываться о том где можно смайт потратить где нельзя потратить смайт на данный момент киндрад может проходить лес оставаясь 70 процентов здоровья не нажимая смайт вообще ни разу и заходить дальше уже в чужой лес играя дуэли с чемпионами оппонентов но самое главное наверное здесь то что райт хотели добиться это то чтобы она выходила с не 70 процентов здоровья как я сказал а где-то с 50 процентов здоровья с мать не нажимает а при смайтах нажатия не было бы 100 процентов было чуть меньше так еще и дуэльки чтобы она проигрывала таким чемпионам которые должны ее побеждать а ее должны побеждать кто правильно ассасины либо какие-нибудь а дэшные брузеры лесные ability powerные танки понятное дело и и не должны побеждать потому что она против них ну придумано как чемпион а когда я казикс проигрывает один на один и либо лисин которого мы там видим списке уже висит дальше это крайне странно поэтому абсолютно логичный нерв я бы этот нерв сделал гораздо раньше еще когда выпускал бы предмет потому что у киндред уже тогда был винрейт 51 процент и было очевидно что киндред взлетит она взлетела до 53 но вот сейчас ее немножко покарали сколько упадет винрейта но думаю порядка двух процентов может упасть лисин самый смешной баф лучше не читать это описание просто скажу вам его кушку усилили на 10 процентов причем именно прирост силы атаки все остальные цифры остались такими же как и были и это вообще ни на что не повлияет я не знаю почему райт это посчитали что это важно ну ладно посчитали и посчитали черт с ними ника как вы знаете неплохой лесник неплохой медленер неплохой саппорт но она как-то вот не заняла королевскую свою позицию как вечный представитель теперь там на про сцене вечный представитель с улоку как а бузерство ничего такого нет ну и райты аккуратненько делают ей нерв перезарядку ее кушки увеличивать с 7 секунд до 9-7 секунд при замокшивании вы все но выйти на эти же 7 секунд разделение ее форма именно w будет на 10 единиц меньше урона наносить но самое главное и самое критическое наверное что может поломать и сильно винрейт райты поняли что когда ника нажимает ульту находясь в чьей-то другой форме она пропадала раньше на одну целых и двадцать пять сотых секунды и потом появлялась и этого времени вот этого времени на появление не хватало на реакцию чтобы от флешится и поэтому райты теперь ее исчезает не на одну целую и двадцать пять сотых секунды она ноль целых пять секунд опять суток секунды соответственно она будет меньше находить невидимости на целых ноль целых семьдесят пять сотых секунды а это уже гигантский такой плацдарм по времени где но даже на самые слабые игроки с реагируют уже и от флешится но я думаю это с процент немножко связано честно вот это я бы не делал потому что эта фишка чемпиона была вы должны были считать крипов и должны были оценивать всегда ситуацию что а вдруг это ника и она вдруг исчезает и появляется в вас уже с ультой вот это вот все было круто теперь же этого всего не будет и вы по сути будете видеть как она просто бежит на вас и пытается нажать ульту и вы будете всегда иметь возможность реагировать и от флешится кто-то скажет что так и должно быть у меня должно быть какой-то контр-плей твой контр-плей это внимательность он и был все время в игре но райты посчитали иначе как бы это не сломало чемпион поглядим не дали получила плюс 5 скорости передвижения я серьезно плюс 5 и не больше 335 превратился 340 причинам мне не ясно насколько это увеличит винрейт да не насколько это вообще ни на что никогда не влияло помню какого-то чемпиона на 5 единиц скорость передвижение уменьшали таком следующем патче наоборот даже винрейт поднял хотя я думаю это было связано с тем что просто люди перестали за него играть подумав что его за нерфили в холомину а на самом деле это ни на что не повлияло так оно и здесь произойдет с неидали кто играл за неидали те не почувствует этого кто не играл за неидали не тем более этого не почувствует а вот с рексай немножко другая ситуация рексай почти 55 5 патчи подряд была королевой леса главным короля и главной королевной леса она стала в прошлом патче и райты решили это исправить и сломали ей скорость атаки на три единицы навсегда запас здоровья уменьшили на 40 тоже навсегда для чего это делается чтобы сломать и early game понимаю прекрасно что в лейте она и так мусорка надо просто сломать early game и как бы то совсем уж не сломала этого чемпиона я честно бы выбрал только один из этих показателей ослабления до хочется убрать целых три процента винрейта который у неё сейчас имеет у диска 55 процентов винрейта нужно три процента убрать но это вполне может быть в минус почти 6 а то и семь процентов винрейта потому что у чемпион на примерно только начало игры есть после этого она вообще не может играться ни один предмет в лиги legends ни одна сборка в лиге легенд не дает рекса и возможности играться после трех предметов. После трех предметов она больше не чемпион. Это связано с ее геймдизайном. Но можно этот геймдизайн было бы поменять, можно было что-то там опять реворкнуть или как-то усилить ей лейтгейм, ослабив ей начало. Но Райеты не хотят заморачиваться. Просто давайте ломаем ей силу атаки и здоровье. И посмотрим, сможет ли она победить Лисина, у которого теперь на 10% сильнее Кушка. Один на один. Не сможет. Ой, все, мы добились баланса. Не добились баланса. Вы просто сломали чемпиона. Рел. Я боялся этого патча. Не потому, что я играю за Рел на мастер Рел. Кстати, топ-37 Рел мира получился. И топ-14 Рел Европы. По итогу, после игр с демоном. Скоро мы из мастера вылетим, поэтому надо зафиксировать этот таймер уже сейчас. Этот рейтинг. Так вот, я боялся, потому что Райты обязались, что мы вернем Рел в лес и сломаем ей роль саппорта. И когда первые цифры они показали, я увидел, что они не просто ее хотят вернуть в лес. Они хотят ее вообще убить и в лесу, и на роли саппорта, чтобы вообще ее никто играть не мог. Но в итоге, что мы получили? Мы получили основные показатели ослабления. Сопротивление магии на минус 2 единицы. Прирост сопротивления магии минус 0,2. Того получается минус... Сколько у нас там? 18? А, минус 9 единиц магической защиты. И прирост восстановления здоровья, то есть регенерация, 0,2. 10-х. И если честно, это просто логичное изменение, которое позволяет таким чемпионам, как Брэнт, Зайра, Велкос, ну и что-нибудь такое наподобие них, которые харасит постоянно магическим дэмэджем, Рел выбивать ее с линии. Как и должно быть? Эти чемпионы должны танков выбивать с линии магическим своим уроном. Они не должны ставить имущество, то есть танки не должны их побеждать. Так, вообще-то, задуман концепт. И это абсолютно нормально. А дальше, когда мы будем смотреть, мы увидим с вами, ребят, что все это остальное, это усиление. Райд усиливает ей пробивающий урон на кушке. Он становится со 150 до 170. Ну и 430 подняли до 470, но только по монстрам. То есть для линии саппорта никак, для лесника супер. Фермантия жестокая, это ее W. Прочность щита была уменьшена. Вот здесь вот кто-то скажет, вот оно, уменьшена. Но при этом скорость атаки в пешем виде стала выше теперь на всех уровнях. И учитывая, что вы можете теперь максить кушку в лесу, для вас это не особо важно, а в лесу зато сможете через W постоянно с дополнительной скоростью атаки убивать крипов. На линии кто-то скажет, вот оно, потеря. Потеря. Ну, давайте будем честны, это потеря 20 щитка. Щитка. То есть вы все равно держите человека в контроле, чаще всего, и этот щиток даже иногда не прокаете. На тавердайве только это может зарешать. И, в общем-то, все. От максимального запаса здоровья все осталось, как и было. То есть просто 20 единиц хп щитовых вы потеряли на роль саппорта. В общем-то, и все. Ну и полный ход, это ее ешка. Урон дополнительный по монстрам был тоже увеличен на 20 единиц. То есть райты сделали очень хорошее изменение РЛ. Она была слишком слаба в лесу, они ее усилили туда. И она была слишком хороша против брендовидных саппортов. Они это ослабили, что вполне разумно. Ну, правда, бренды все равно не встречаются, так же какая разница. Варус. Вот это интересно. Я не знаю, как это будет работать. Райты посчитали, что Варус не должен своей обилити-пауэрной сборкой через W ваншотить танков. Они сами прямо это здесь расписывают. И они уменьшают процентный урон по танкам на 1% за 100 обилити-пауэр. Ну, то есть, по сути, где-то на 6-7% за обилити-пауэр, которые вы собираете. Но при этом увеличивают от силы умений фактически урон от W. И если я правильно понимаю их мысль, то мысль такова. Если вы играете в Варусы в обилити-пауэр, то вы все еще убиваете легко всех средние цели, ну, со средним количеством здоровья, все слабые цели, но танков теперь будет тяжелее убивать, чем было раньше. Вот и все. А так, по сути, обилити-пауэрный билд все еще работает, так что не думаю, что сильно что-то повлияется в этой игре. А вот теперь похоронная дробь, ребят, где она там? Вай умирает. Дело в том, что у нее прочность щита была 30% от максимального запаса здоровья Вай, и все играли Вай через тонну предметов с здоровьем. Там, Блэк Ливер, Радиант, Тринти Форс хорошо кто-то собирал, диван собирали. Все они давали здоровье, но райты решили, что слишком много 13% налог, как в России, в итоге они уменьшили это до 10%. И это, ребят, представьте, на 3% меньше щиток будет ваш во всех ваших разминах. Это не Рел, у которой 20 единиц. Напоминаю, там не проценты, там 20 единиц. У Вай щиток срабатывает после ее заклинаний. Затем Вай два раза. То есть, она два раза увеличивает себе количество здоровья боевого благодаря этим щиткам. И этот щиток, каждый из них примерно равнялся на первых уровнях 20-30 здоровья, дальше уже 153-150, где-то до 400 доводилось. А теперь задумайтесь, сколько хп она потеряет на протяжении всей игры. Но это было для Райтов мало, и они решили еще перенести ее кулдаун ульты со 120 секунд в начале игры с 2 минут до 2 минут 20 секунд. Ну, это вообще какие-то психи. Теперь будет только играть Завай. Либо, ну, вот, прост сцена, как любят люди на прост сцена играть, все равно мы, типа, раз в полторы минуты вообще только с базы выходим и раз в 5 минут сражаемся. Какая нам разница, когда у нас откатывается ульта. Для Сулоко это просто мертвый чемпион, больше ее не берите, если кто-то брал. И Вукон улыбается, потому что я помню, когда Райта объявили, его Ешка будет теперь лучше скелиться против монстров, лесных крипов, то бишь говоря. И они тогда сделали 200% урона на Ешки против лесных крипов. Потом они это число уменьшили до 150, потом они уменьшили его до 120% по лесным крипам, а сейчас вообще убрали эту пассивку и сказали, ладно, он что-то слишком сильный, даже без этой пассивки пусть будет все равно лесником, если люди будут его там играть. Ну, люди будут его все равно продолжать играть, так что Вуконг, как был, так и остался, но я ожидал, что Вуконг вместе с Вайта, как они в тандеме сейчас на про-сцене присутствуют, получит он тоже мертвого, мертвого рожденные какие-то патч-ноцы, но в итоге ему повезло, он легко отделался, Вайта к мертвым стал, а Вуконг останется. Предметы. Солнечный клинок Драктара. Райт Райтам понадобилось три патча, насколько я понимаю, чтобы пофиксить этот баг, при котором вы, нажимая такую ульту, как ульта Мисс Фортуны, ульта Адского Пламени Самиры, то есть крутящаяся ульта Катарины, которая позволяла им уходить в невидимость во время убийства кого-то из противников. Райты сказали, больше так это работать не будет. Ура, товарищи, это отдельно сюда вывели, они это наконец-то сделали. Правда, сами Райты здесь пишут, что они это сделали гораздо раньше, но написать решили сейчас, но что-то я все равно недавно играл и было то же самое. Похотитель сущности, вы помните, что этот предмет еще есть? Эссенс Ривер, да, он существует и Райты изменяют базовый урон у него, теперь будет не 100%, а 130%, а прирост от силы атаки будет не 40%, а 20% атаки. Зачем они это сделали, сами они пишут, потому что они считают, что этот предмет косу эту надо собирать с самого начала игры и он должен быть в начале гораздо сильнее, а под конец игры пусть ослабляется. Так оно и должно быть, я с ними согласен. Статик, прощаемся с ним, для ability power чемпионов пообузили немножко Evelyn, кто-то пообузил Диану, кто-то пообузил Кейл, кто-то пообузил ЛБ на чемпионатах и Ари на чемпионатах и Райты уничтожили статик для ability power чемпионов. Что они сделали? Ну, сделали именно то, что я сказал в своем видео, я видео выкладывал это? Не помню. Вроде выкладывал, где я показывал, как статик работает на Evelyn, а именно урон заряженной автоатаки по миньонам больше не скелится от ability power, а урон больше не скелится в таком числе, в котором он был. Раньше было плюс 50% от ability power, теперь только 30% от ability power. То есть получается статик, заточка статика только для AD-шных чемпионов теперь нормально работает или для тех, кому статы, которые дает статик, нужны. То есть там скорость атаки, криты и дополнительный урон с автоатаки. Вот это вот для них подходит. Ну и сами райты говорят, что вроде как должно для Кайса, Кейл, Варуса, Тима все еще работать этот предмет. Он все еще будет неплох, потому что у них есть гибридный урон и они будут чувствовать с этого бонус. А вот такие чемпионы, как Леблан, Зои, а больше использовать не должны, потому что это будет просто неадекватно. Грозовая бритва снова вернули 90 урона. Я не знаю, что у них за фетиш какой-то уменьшать, прибавлять, уменьшать, прибавлять. Кто не помнит, у Грозовой бритвы было 90 урона, но из-за Джина они это число убрали, опустили его до 15. Джины должны были слететь, но все Джины пересели на заточку статика, а теперь заточки статика нет, и они поняли, что Джина они таким образом убьют как чемпиона, а этого нельзя делать, потому что он единственный, кто хоть какое-то разнообразие на простэне вносит среди Ады Керри. И они решили вернуть снова 90. Правда, сделали небольшой оговорочкой. Теперь сила атаки будет не 60%, а 25, а от силы умений вообще ничего не будет. То есть было 50%, будет 0. То есть получается вроде урона 90, но и прирост всего лишь 25%, а вместо суммарно здесь было 110%. Ну, не знаю. Стрелл-Ф ослабление рингара. Сами Райты пишут, что это в основном направлено на рингара. Но этого я не заметил, когда первый раз читал. Ну и остальные там баги, я поглядел, все остальные баги, я никогда с ними не встречался, они не были ключевыми, они наверняка случались один раз не коммунист, как говорится. Там типа обжигающая В Люциана иногда его не ускоряло. Да кто это знает? Там я думаю на простэне тоже миллиард раз с этими багами люди встречались, просто даже никто не замечал, что оказывается его W не ускорило, ему там на 10 единиц не прибавило скорости передвижения. Ну, не заметил и не заметил. Ну и как обычно новые скины Дух Леса Картус, Дух Леса Вуконг, Звездная Защитница Ариана, очень красиво кстати выглядит она что на превьюшке, что там, и Звездная Защитница Серафина выглядит отвратительно, что на превьюшке, что в игре. А вот Ариана реально дико классно выглядит, всем советую покупайте. Райты мне за это ничего не заплатили, я просто советую всем покупать. Вот и все, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, я попытался гораздо быстрее в этот раз и самое главное вовремя записать патч-нос, поэтому думаю заслуживаю от вас лайкусик и какой-нибудь комментарий, желательно из четырех слов. Пока-пока.